Музыка 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 Всем привет Нам повезло На следующий день же приехала тестовая машина На Opel Astro 21219 И сейчас мы покажем Будем пробовать Точнее ставить штатный монитор Показания бортового компьютера сюда Так вот эти болты С каждой стороны Выкручиваю по два Вот с дырки прям подними на попа На коврике аккуратно Вот туда отверточкой И их выкручиваю Пил Можно глазом туда смотреть Смотреть быстрее будет Отвертку берите лучше с магнитным концом На магните чуть-чуть Музыка Вот эти два ещё Открутите, чтобы не задерживаю Я может быть подзабыл что нужно уха восстановить принципе когда она открыта уже не проблема вот как это вот аналогичные прикрутишь стенки ладно это главное чтобы лишних болтиков и детали не осталось теперь вот отдавай два болта крышки той стороны даже скорее всего 4 но открытие нужно открываем вот эту коробку куда будет помещен штатный блок ведь александр работает очень четко даже болтики в разные стороны складывать чтобы ничего не перепутать поэтому установка у нас производится по высшим стандартам и разрядам да сами вот открылась коробочка так особого интереса не было давайте разбирать штатную нужна плоская отверточка защелки обычные эти тень к тень клипсы 4 штучки все открыли открыли штатный дисплей смотрим да на белых клипсиках он держится также слегка тянем края и отверткой нажимаем клипсы чик чик слышите приятные челчки стали штатный монитор пластику штуку откладываем в сторону и вот как раз два уха наверно них и надо крепить на болты через шайбы вон видишь они положи проверим аккуратненько оставляем вниз это очень тяжело но они тяжелее потому что там вот одни клипсы сели и вторые придавить надо они защелкиваются вот эти еще давно защелкнулся они без плой держат но хотя может быть они без плой у нас держат вообще в принципе степляшки ну вот у тебя там чуть-чуть осталось ну не терять надо страшно вот вот нижние защелкивались передовешние ну правильно и так же должно быть сделано вот все чики-пуки так мы сейчас вам покажем процесс монтажа демонтажа давайте рассказываем значит вот это вот рамочка основная которая у нас стояла вот она у нас крепится как вытаскивается магнитола четырьмя шпильками вытаскивается внутренняя салазка просто все отгибается там зажимается во внутрь и выезжает после чего снимается нижний климат-контроль то есть у него вот такие вот защелочки они просто-напросто вот так вот нагибаются все и он полностью выщелкивается снимаются разъемы здесь внизу два самореза выкручиваются саморезы дальше все на защелках сдергивается полностью у нас появляется доступ к креплению дисплея снизу два саморезика и дисплей вынимается то есть это в принципе все сдергивал использовал специальный инструмент эти лопатки конечно а как же без этого никак вот допустим вот такая вот лопаточка вот далее нам надо вот этот вот разъемчик который был вот здесь вот дисплейчики перекинуть вниз да то есть нам его надо вот сюда вот так был нам его надо опустить вниз левой рукой вправо вот в это отверстие где у нас был сам разъем вот так же у нас здесь будет напрямую втыкаться вот этот основной разъем железяку от него пойдет шлейф на верхний дисплей то есть один шлейф надо будет также протащить как тут вытаскивали для удобства лучше всего снять бардачок чтобы это все протаскивать не вслепую это удобнее намного и так же это будет удобно при защелкивании магнитола чтобы там все что-то рукой подкорректировать ну пока все сейчас будем все мерить проверять установка gps-антенны там есть полочка горизонтальная ну да воздуховод стоит внутри ну вот туда на двухстороннем скотче протерли там жидкостью какую-то чистящую чтобы прилипло пока дисплей снял не магнитная основа клеим на двухсторонний скотч после чего берем дисплей Сань, про поролончики расскажи да я вначале подставлю потом подсуну ну покажи местами сейчас пальцем пока видно местами поролончик надо вот сюда подложить я здесь чуть наклеил но буду еще сюда подсовывать чтобы он плотно стоял вот к этой каемке чтоб чуть-чуть нет потому что видите крепежа только два крепежа только два сверху не крепится ничего вот эта планка она какая-то бесполезная она не доходит да, видимо это под другой автомобиль какой-то может быть короче не дотягивается поэтому мы потом когда монитор поставим вот сюда в углы да материала положим чтобы подперло вообще чтоб как и было какой оригинальный по-моему есть такие оригинальные комплектации есть есть CD600 по-моему вот провод монитора вытягиваем вниз сразу же да чтоб потом не возвращаться к этому и GPS антенну соответственно все подключения основные внизу будут сверху только дисплей ну все давай закручивай саморезы сейчас мы вам озвучим очень важный момент как запихать разъем бортового компьютера он у нас не лез поэтому вот эти болты раньше времени не старайтесь закручивать и потом при установке вы сначала вытаскиваете ящик Саш приподними чуть-чуть вот вытаскиваете насколько это нужно вставляете разъем потом уже карман опускаете а потом уже вот эти болты через дырки фиксируете в принципе можно и вот эти открутить которые внешне но тогда он не вылезет на достаточно высоту поэтому вот эти внутренние крепления самого ящика их не закручиваем то что я видео показывал на столе а закручиваем после подключения разъема далее идет процесс прошивки автомагнитола страшный эксперимент я сел за руль опеля на ручке давно не ездил мы сейчас уезжаем на улицу вот вы видите прекрасную работу камеру парковки и вроде не разучился ездить мастерство не пропьешь итак мы выехали на улицу но чтобы освещение получше были снять конечно это прекрасное решение Саня вот задам вопрос ответь сразу и честно нравится да нравится отличное решение вниз покажите давайте я камеру возьму Саня нам будет рассказывать посмотрите как органично вписалась металлическая мордочка магнитолки дорого смотрится согласен ну да обточка под хай фай усилитель алюминиевые крутилочки которые мягенько переключаются и так далее дизайн вот жесткая пятерка второй основной плюс это дисплей уже сверху дисплей 7 дюймов разрешение 1024 на сколько там 600 так ну так как штатный бортовой компьютер здесь остался все штатные функции сохранены я конечно не гинеколог в опелях но посмотреть могу вот что там надо нажимать по компьютеру что почка какие то что то меняется расход показания бортового компьютера дальше вот это смотрите здесь программка настройки автомагнитовая вот я их нажимаю да настройки здесь тоже что то меняется фиш аудио либо радио либо аудио переключен это и с кнопками на руля можно делать кстати ну вот видишь радио бц стоп боч так наружки я выключил передачу ну что расскажем прежде чем собирать вот этот монитор кармашек вы его не закручиваете болты а то разъем не ставить портового компьютера мы его приподняли разъем щелкнули опустили дальше уже собрали дело техники да микрофон где стоит микрофон он здесь вот внутри стоит здесь прорезь есть у клиента была 120 серия на винде вот он первый отреагировал на тестовую установку царя вот звонил мне качество bluetooth поставлю твердая пятерка реально классно было слышно не помню не тарахтить не шумит все как положено так кнопки на руле громкость это что станции меняются все внизу отображается если вы даже на навигации находитесь так минут это вот эта кнопка а вот это мода режим вот в нашей прошивке очень будет вам полезно я видео обзор про прошивки рассказывал переключение режимов настройка под себя вы тут с удовольствием под себя настроить так у человека стоит сабвуфер что то еще какой то блок что такое сань хэнспри еще дополнительно зачем тут не знаю зачем он нужен видимо стоял или стоит стоял наверное но он работает сейчас попросим его проверить так я хотел звук оценить сабвуфер работает? да отсюда регулируется вот вот душ убавляется в мощах и шоу 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 очень красиво и правильное решение наконец-таки opel astra повезло однозначно дизайн нисколько не ухудшился по цвету у камера чуть темнее дело на самом деле попадает сведо но в любом случае она металлическая это не мешает металлопластик дисплей 7 длина сюда теперь будет конечно клиенту в варианте будет эта рамочка и черная 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 это видео одно о двух моделях ну собственно и все проверить это больше нечего все стандартно разъемчики usb в бардачке да кстати наш модем заработал что удивительно мы не знали что это показывает 3g ну чё машину ну можно сдавать вот пришел алексей хозяин аппаратуры мастер макия точнее алексей протестируйте пожалуйста бортовой компьютер все ли сохранилась так ли она работает как должно быть все хорошо то есть что